Харсун в переводе с якутского означает «смелый, храбрый, отважный». Такое название носит первый в истории постсоветской Якутии юношеский лётный отряд. Базируется он в Хангаласском районе и своей основной целью ставит подготовку кадров для малой авиации республики. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. С мая прошлого года на территории Хангаласского района начал свою деятельность авиационный клуб «Покровитель». Все начиналось с организации проведения прыжков с парашютом, привлечения новых членов клуба. В нынешнем году курс был взят на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В связи с этим был создан юношеский лётный отряд «Хорсун». В юношеском лётном отряде лети будут обучаться основам авиации и аэродинамики, они будут учиться летать на планере. То есть что это даёт? Обучение на планере и умение летать на планере – это уже мощная база для усвоения любой авиационной техники. Плюс к этому у них будет преимущество при поступлении в лётные учреждения. Юношеский лётный отряд будет действовать два сезона на базе детского лагеря «Булус» в селе Красный Ручей. На первый сезон уже набрано 16 мальчишек и девчонок. Восемь детей представители третьей школы и войской школы. Почему? Потому что там небольшая подготовительная работа уже велась. Есть и юношеские классы. И ребята в этом направлении уже немножечко, но в плане воспитательной работы, в плане ранней профориентационной работы, профилизации, они уже были подготовлены. Сейчас мы находимся недалеко от села Ой, где члены юношеского лётного отряда «Хорсун» уже вовсю готовятся к открытию лагеря на базе усадьбы «Булус». Сейчас они направились в сторону планера, где будут отрабатывать навыки пилотирования. После окончания школы ты свяжешь свою судьбу с авиацией? Да. Я хочу поступить на авиационную академию. А чем тебе вообще приглянулась профессия лётчика? Я посмотрел фильм. Какой? «28 панфилотов». Там лётчики были, мне понравилось. Вот так вот отечественные кинофильмы формируют в юных жителях республики, страны представления о своей будущей профессии. Энтузиасты из авиационного клуба «Покровитель» при поддержке Улусного управления образования считают, что открытие юношеского лётного отряда «Хорсун» может стать своеобразным трамплином на пути к возрождению института юношеских планерных школ, как первого звена в обучении лётчиков гражданской и военной авиации. «С днём России! Ура!» Виолетта Засимова, Александр Юрков, Алексей Диаконов, НВК Саха, Хангаласский Улус.